с определенной идеей. Присоединяйтесь, подключайтесь. Так, настройки. Меня слышно? Напишите мне, пожалуйста, слышно меня или нет. Слышно? А, пишите, слышно? Нет, если нет, заново перевыйду. Пошла сегодня маникюр, педикюр, панезью. Что я хотела вам рассказать, мои дорогие девочки? Конечно, то, что сейчас происходит в моей жизни, это очень нелегко, и это как-то даже страшно. Вот. И я обещала рассказать вам, почему именно сегодня я понимаю на сегодняшний день, что иногда, когда ты понимаешь, что земля уходит из-под ног и в твоей жизни все разрушается, то это не всегда разрушение. Вот расскажу историю из нашей с Катей жизни, которая может кому-нибудь сегодня поможет немножечко отойти от ситуации и постараться над ситуацией оказаться, для того, чтобы принимать верное решение. Вот мы, когда с Катей были помоложе, мы работали в Кубанском казачьем хоре. Туда мы приехали работать в 19 лет, сразу же стали солистками, пели сольную песню акапельно. Меня не видно? Скажите мне, пожалуйста. Да, конечно. Видно или не видно? Ну вот, и мы, в общем, работали в Кубанском хоре, нам очень нравилось. Приехали мы туда из Украины. Ты опускаешь, да? Приехали из Украины на работу. Вот. У нас вот такие вот спецэффекты. Вот. И всё очень нравилось. Но где-то в глубине души как раз вот прошло время, и мы узнали, что у нас больна мамочка, что у неё рак, и что, наверное, скоро будет очень тяжёлый период жизни. И также мы понимали, что работа в Кубанском хоре за ту зарплату, которую готовы были нам предоставить организаторы, а это было по 9 тысяч рублей. Но это как бы не фонтан. И, может быть, не всё устраивало, да? Но сил и смелости оттуда уволиться и уехать у нас не было. И вот, когда мама умерла, да, да, люстра красивая здесь. Вот она. Перед тем, как умирать на смертном адре, она нам завещала. Она сказала, никогда ничего не бойтесь, и я не хочу, чтобы вы работали в Кубанском хоре, всю жизнь прожили на эту нищенскую зарплату, вы должны уехать в Москву. Но тогда, в тот момент, как мы могли вообще подумать? Мы две девчонки, 20-летние, без гражданства, без денег, уже почти без родителей. Какая Москва? Куда ехать? И вдруг, после маминой смерти, когда мы ее похоронили, ну, это такая история, как бы не для всех, но просто я хочу, чтобы вы ее послушали. Здесь не будет плохого про Тиграну и родителей. Так что, не пишите мне вот это, опять одно и то же, одно и то же. Не будет одного и того же. Ну вот. Ой, как приятненько ножки. Спасибо, дорогая. Да, спасибо. Вот мы сидели с Катей, горевали, и все думали, как это все будет, как же нам дальше жить. Вот. И в какой-то момент Катя написал какой-то дядя. А мы еще работали в Кубанском хоре, и очень тяжело переживали потерю мамы. Написал какой-то дядя, который сказал, что служил с мамой в разведке. Вот, мама. Это было, ну, мы после травмы такой потеряли нашу любимую мамочку, тем более мы ее очень любили. Вот. И мы почему-то поверили этому дядьке. Он говорил, я служил с вашей мамой, мама служила в разведке. Мы говорим, какая разведка? Она капитан милиции. Короче, закрутилась, завертелась. И тут этот мужчина говорит, давайте я вам помогу. Вы знаете, в Кубанском хоре несправедливость. И мы тоже заметили, что когда у нас умерла мама, мы же симпатичные, две близняшки, все дела. И мы заметили, что как-то вот мы приезжаем, когда к политикам работать, хоре была и официальная группа, и была банкетная. Всех помолок же и покрасивая. Нет, этот дяденька был очень взрослый, он с нами такими вещами не занимался, как вы пишете. Вот. Мы начали замечать, что нас для таких вещей, ну, как бы немножко в хоре оставляют. Вот так мы восприняли, потому что хор поет, а нам почему-то вручили поднос с водкой, мы разносим, там, Шрёдеру, еще кому-то. И мы были как бы против этого, мы хотели петь. Начали возмущаться. И он говорит, пишите заявление в Генеральную прокуратуру, в аппарат президента. Мы написали на хор заявление, там какие-то моменты нас не устраивали. Мы написали эти заявления, своих 20 лет, подбили еще нескольких своих коллег. Вот. Завезли это все в Москву, с этим дядькой, причем мы платили. А он оказался просто мошенником, который вытянул все деньги из нас, которые мы, все эти деньги, которые мы собрали на Мамин Петербург, памятник. Он помог нам так разворушить хор, в котором мы работали. И у нас были такие ситуации, когда мы написали эти заявления. Приехала проверка, нас вызвал директор финансовый. Говорит, чего вы хотите? Я думаю, вот, вот наш гражданчатский. Говорю, значит так, гражданство, квартиру, вот мои ноготульки, и жалование. А он это все записал при всем хоре, включил. А нам, кстати, только по 20 лет. Хор — это оркестр, это балет, это сам хор. Более 150 человек. И мы просто сидели, сидели с Катей, даже не знали, как провалиться нам, провалиться сквозь землю, или им провалиться. Это были такие скандалы, это было так тяжело. Это был не наш дедбрат, это был какой-то дядька, который нарисовал откуда-то, чтобы нам помочь, а мы, дурочки, верили ему. Но на самом деле, он вытаскивал из нас деньги. И вот это вот все происходит, летом происходит. И уже, так как это государственный коллектив, здравствуйте, мои любимые подписчики, очень многих узнаю, так как это государственный коллектив, просто так уволить нас не могли. И делали статьи. Ну там выговор, 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 статья. И так меня и уволили. Катя быстренько ушла на больничный. Вот. И, ну, как бы, в этот момент было такое ощущение, что мы просто разрушаем с Катей. Мы просто топтали все, что у нас было, из-за того, что этот дядька нас подговорил. Вам ничего не понятно, потому что вы не слушали эфир сначала, послушайте, и поймете, о чем речь. И вот этот дядька подговаривал, подговаривал, и в очередной раз, вот, и в очередной раз, когда мы поехали с ним в Москву и повезли образцы двойной системы договоров Олегу Дерипаска, который помогает очень много лет кубанскому хору, чтобы вывезти якобы директоров на чистую воду, мы приехали в Москву, а этот дядька нас пугал. Он пугал, что разведка нас подслушивает, он отобрал наши телефоны. Он говорил, ничего, вы сделаете это дело и будете ездить на Вольво. И мы с Катей уши развесили и слушали это, слушали и писали, и делали, и ничего не боялись. Вот. Приехали в Москву, привезли эти договора, показали ему. Ну, на нас там посмотрели, как бы, как дети, идите домой. И когда мы ехали уже на поезд, вот с этим дядькой, мы не на поезд, а на самолет из Москвы, мы опоздали на самолет. Вот мы едем в Ласточке, я говорю, вы кто такой? Я начала его трясти, говорю, кто вы такой? Зачем вы появились в нашей жизни? А он мне... Вас никто не заставлял. Он оказался каким-то больным. И когда мы начали ему угрожать, что мы сейчас будем кричать на улице, и полиция подойдет к нему, его посадят, мы наврем про него, что он там нас изнасиловал и все такое, он сказал, он раскололся. Он сказал, что оказывается, много-много лет назад вот этот директор Кубанского хора, против которого мы писали заявление увел у него в молодости девушку у этого дядьки. И он нашими руками ему сейчас мстил. И когда мы поняли, что вот это вот все раскрылось, что вот так вот все растоптано, и просто какой-то дядечка с больной психикой решил закрыть нашими руками свои какие-то травмы, и что он вытащил, походя во время этого все деньги из нас, мы просто сели с Катей, мы еще уже опоздали на самолет, приехали в аэропорт, а самолет улетел, а в кармане 100 рублей. И мы сидим таки с Катей, как выгребать из этого, если мы там на самом деле живем в Краснодаре. И мы позвонили представителям Олега Дерипаски, к которому мы ездили, Олега Дерипаска, и сказали, что вот такая ситуация, мы опоздали на самолет, вот, и нас выручили, к нам прислали курьера с билетами, проконтролировали, чтобы мы сели на самолет, мир не без добрых людей. И мы приехали домой, но только из-за этой, сели дома, вот так вот, сели дома, а дома только кефир. И мы понимаем, что этот дядька, он не мерзавец, мы понимаем, что все разрушено. И только из-за этой ситуации мы посмотрели рекламу про Дом-2. Потом нас уволили из хора. Мы еще месяц поработали официантками с Катей. Но если бы не эта ситуация, мы никогда бы не прошли кастинг. Мы не были бы так закалены этими ужасными ситуациями и никогда бы не доехали на Дом-2. Я никогда бы на Доме-2 не встретила своего супруга. Я никогда бы не стала известной, а я именно горжусь тем, что я стала известной. Я горжусь тем, что у меня есть сегодня. И самое главное, мои сыновья такие классные. И самое главное, мой достаток тоже. И какое-то положение в обществе. Уволили? Вы посмотрите потом эфир сначала. Уволили из-за того, что мы заявление написали. Вот я к чему это все? Иногда бывает, что ты просто разрушаешь, разрушаешь, топчешь, 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 но по крайней мере в моей жизни. И понимаешь в конце, когда все растоптало, что все растоптано. А потом перед тобой появляется такая хорошая, добротная ступень. Ты на нее наступаешь и выходишь на новый уровень. То есть именно эта ситуация, когда мы с Катей приехали наконец-то в Краснодар, на съемную квартиру, понимая, что у нас нет денег, что уже мы уволены с работы, что вот такая вот, мы похоронили маму, что брат не может нам ничем помочь. Да, он не мог нам помочь. Мы просто сели, и Катя мне говорит, Юль, наверное, у Бога на нас другие планы. Наверное, мы должны чего-то добиться. Давай философски смотреть на жизнь. Вот 20 лет мы друг другу это говорили. Не сейчас. Понимаете? И я просто призываю всех, у кого происходит в жизни вот такой вот какой-нибудь сценарий, да, что-то рушится. Не бойтесь, пожалуйста, не бойтесь. Пожалуйста, не пасуйте. Пожалуйста, идите дальше. И слушайте себя, только себя. Вот. Брат не мог помочь, потому что у него на тот момент у самого была очень тяжелая ситуация. Я думаю, он тоже очень тяжело переживал потерю мамы просто по-своему. Он сказал, приезжайте ко мне на Украину, в мой дом, и живите со мной. Брат родной. Но как бы нас этот вариант не устраивал. И благодаря вот этой ситуации, вот этой вот, и я очень долго обижалась на директоров, на хор, я ненавидела. А потом, когда прошло время, я поняла, к чему я пришла, благодаря тому, что вот так все получилось. Я простила их, и мне даже как-то неудобно, что мы так нервы потрепали. Но я понимала, что это суждено было. Вот такая судьба. Поэтому, поэтому я понимаю, что я не могу сказать очень многого, чтобы не выглядело, что я там кого-то парафиню сейчас. Но Бог любит и меня, и моих детей. И все, что происходит сейчас в моей жизни, я сейчас уже перевожу на сегодняшнюю ситуацию. Это только во благо. Но это это очень тяжело, это очень страшно. И я вспоминаю себя 10 лет назад. Я вспоминаю нас с Катей 10 лет назад. Как мы сидели, хор вас ненавидит. Я не знаю, ненавидят ли они или не ненавидят. У меня к ним нет негатива. И сейчас я знаю, что происходят какие-то непонятки с дирекцией в хоре. Мне писали бывшие мои коллеги. Но я не стала поддерживать и по второму кругу обижать директоров. Потому что это, ну как бы, я не знаю подробностей сегодняшней ситуации. Это не мой конфликт. И я просто считаю, что в тот момент, когда все это происходило, это было... Они были просто орудием. Как этот непонятный дядечка, который исчез, он был просто орудием. А знаете, как страшно было, когда мы поехали с ним на Петровку 38. Я не знаю, что нами двигало. Мы поехали, и он вдруг сел на лавочку летом, снял ботинки. При нас снял ботинки. Он, подождите, девочки. Ну он такой, типа как отец. Как отец такой появился. Помочь нам, потому что он когда-то работал якобы с нашей мамой и понял, что мы осиротели. Такая была сказка. Вот. И это был урок, чтобы мы не были такими доверчивыми. В тот момент он снял ботинок, а у него вся стопа мозоль. Я говорю, Катя, у него вся стопа мозоль, он помощь. Это значит, что он очень много ходит и не спит. И мы начали, мы начали, Катя задумываться, пугаться. Просто мы были очень, мы были очень близки с мамой, и мы постоянно думали только мамиными мозгами. Мы сразу, мам, как сделать? Мам, мам, мам. Мы такими были доверчивыми. И сразу же после её смерти появилась ситуация, которая нас научила быть не такими доверчивыми. Понимаете? То есть жизнь... А? Она мигает постоянно. Вот. Не, если тебе надо, ты делай. Да. Делай. Вот. То есть жизнь в этот момент... Я сделала такие выводы из этой ситуации, что жизнь научила нас, Катеньки, во-первых, не быть такими доверчивыми дурочками, повзрослеть, научиться брать ответственность за себя и за свой кусок хлеба, за своё будущее, научиться ничего не бояться. Да? Мы должны были просто взлететь. Это был такой страшный трамплин. Вот. И я понимаю, что, Господи, да я благодарна всем этому дядечке, что он появился в нашей жизни. И мы всё это выгребли. Это вообще невероятно. И вот сегодняшняя моя ситуация, она тоже очень грязная. Я не цыганка, я болгаринка. По папе. По маме украинка, русская и очень-очень много кровей. То, что делает меня такой красивой талантливой. Вот. И я понимаю, что ничего... Я старшая. Кстати, вы спрашиваете вопрос, кто старше. Да, когда мы похоронили мамочку, старше осталась я. Я думала о том, что нам завтра кушать, во что мы оденемся, как мы заплатим за нашу съёмную квартиру в чужой стране, что будет дальше. Это всё было на мне. Но я не жалею. Я не плачу. Я наоборот, когда позвонила своему папе, которого мы нашли, недавно, я ему сказала спасибо. Я его не знала. Ранее я ему сказала спасибо за такие шикарные гены. Да, с голосом у меня беда. Это, видимо, психосоматика с тех пор, как Тигран собрал вещи и ушёл от меня ещё в декабре. Голос ко мне так и не вернулся. Я не могу даже повысить голос, я не могу петь, я не могу говорить. Это, видимо, это, видимо, психосоматическое какое-то расстройство и на фоне сильного нервного переживания, но я и это пройду. Вот. Мой папа по национальности болгарин. Вот эта вся история, я хотела вам её рассказать. Знаете почему? Чтобы те люди, кто сейчас находится в какой-то непонятной, страшной ситуации, чтобы они понимали, что жизнь их сегодня освобождает для нового прыжка, для взлёта. Вот. Надо к врачу, да, к лору надо, потому что гомеовокс мне почему-то не помогает. Что случилось, пропустила. Дорогулечки, я обязательно сохраню этот эфир, чтобы, во-первых, вам было весело, во-вторых, чтобы каждая для вас что-то, для себя что-то взяла из этого опыта. И вот вопрос. После того, что мы пережили, и даже Бог даёт испытания, по силам, чтобы спасти и вывести на новый уровень. И что ещё хотела сказать? Читаю вопрос и отвлекаюсь. у меня три сына, да, это очень круто. Нет, всё круто. Вот. Спасибо за эфир, щекот. Спасибо за эфир, вам тоже спасибо. И вот, исходя из вот этих моих жизненных ситуаций, которых, это не единственная ситуация, очень много тяжёлого было и даже на проекте. Поэтому после этих ситуаций, и даже, я вам скажу так, мы месяц успели после этой всей истории проработать овцентками, куда нам помог устроиться Илья Гожиенко, с которым мы познакомились на кастинге в Доме-2. Мы подошли к нему после кастинга с Катей и сказали, он говорит, вы такие классные девчонки, если нужна будет помощь с работой, говорите. Почему-то он так сказал. Мы взяли его номер и когда скоро нас уволили и скоро уволили нас, мы ему позвонили, он помог устроиться в одно заведение, где хозяин не побоялся нас взять без гражданства, за что ему огромное спасибо. Джамал Шавович, я всегда буду помнить ваше добро. Он взял нас под своё крыло, устроил официантками, увидел, как мы работаем. Ну, он, конечно, хотел, чтобы мы стали потом администратором и управляющим в его заведении, потому что мы подавали надежды. Однако ему Илья Гожиенко сказал, что эти девочки у тебя работают до звонка в Дом-2. И в один прекрасный момент этот звонок состоялся. Катя резала хлеб на кухне, выбегает и говорит, Юля, нас берут на Дом-2. И именно в этот момент мы уже, да, Илюша Гожиенко, мы в этот момент уже заработали свою месячную зарплату, которая как раз хватила на билет в Москву. То есть условия такие были. Приглашаем вас на Дом-2, покупайте билет к нам, влетайте. Если мы вас не берем, то вы назад улетаете за наш счет, плюс компенсируем потраченные деньги на билет. если вы остаетесь, то мы компенсируем потраченные деньги на билет. Но чтобы полететь, надо было откуда-то взять деньги на самолет Краснодар-Москва. И именно эти деньги у нас появились. Мы заработали эти 10 тысяч, или сколько было, и купили билеты. Слушайте внимательно, мы купили билеты, пришли, у нас был рейс на 4 утра или 3 в Краснодарский аэропорт. И когда мы начали сдавать багаж, мы поняли, что мы купили без багажа. А с собой мы взяли уже Джага-Джага ресторан. Да, да, Джамал Джага-Джага. И у него еще был сказка, клуб сказка, и мы потом с Тиграном там выступали. Вот. И когда мы приехали в аэропорт, мы поняли, что багаж не оплачен. А у нас багажа у вас и маленькая тележка, потому что мы предусмотрительно взяли с собой даже дубленки. И для того, чтобы оплатить багаж, нам не хватало 100 рублей. Надо было дать 400 рублей, у меня в кармане 300. И в 4 утра никто из наших подружек не взял телефон. Нам по 21 году или по 20 лет. Вот такая ситуация. И знаете, что мы сделали? Мы как Мюнхгаузен, я как Мюнхгаузен нас вытянула. Я подошла к симпатичному парню, говорю, привет, меня зовут Юля. Слушай, такая ситуация, на дом 2 летим, и вот 100 рублей не хватает на багаж. Одолжи, пожалуйста, я тебе с экрана привет передам. По-братски спасешь. Сделаешь доброе дело. И он дал эти 100 рублей. Мы заплатили, сели в самолет и поехали просто в никуда. Полетели в никуда. Мы сидим с Катей в самолете, уже прошли регистрацию. Сидим, и она говорит, Юля, что мы сейчас делаем? Я говорю, я не знаю, что мы делаем. Мы летим вообще непонятно куда. Мы летим просто в неизвестность. И когда мы прилетели и, соответственно, зашли на поляну, какая там Марина Александровна, какой там Влад Кадони. Это не позор. Я тебя заблокирую, ты мне гадости пишешь. Это не позор. Это когда человек умеет справляться с трудностями и непотопляемый. Мамочка Царства Небесное говорила, никогда ничего не бойтесь. Никогда не отступайте. Если дверь закрыта, улыбнитесь и постучите еще раз. Если не открывают, идите в следующую дверь. Идите в еще одну дверь. Ирина Гибалова вас не любит. Ну, как бы, она и не должна нас любить. Мы за это не платили. Вообще, я считаю, что, как бы, я уже прошла этот путь. Делать так, чтобы тебя все любили и быть удобным унитазом для всех тоже невыгодно. Удобным унитазом быть не хочу. Поэтому, увы, буду кому-то нелюбимой, кого-то буду раздражать, кому-то буду неугодной. Выбачьте, звиняйте. Вот. Поэтому вот так вот. Да, заблокировала я эту злую девочку, которая писала мне, что позор. Это не позор. Будучи сиротой, когда у тебя не на кого опереться, все равно решить свою проблему, несмотря ни на что, это очень здорово. Это какая сила духа. Я сейчас себя не хвалю, но чуть-чуть подхваливаю. То есть, нет ничего невозможного. Выход есть всегда. И пройдя вот такие ситуации, вспомни их, сейчас, ну, как бы, они дают мне силы. И на самом деле, сегодня я финансово очень плотно стою на ногах, хотя очень много женщин уходят от абьюза, от унижений, от побоев с пустым карманом на съемную квартиру с тремя детьми. И мне некоторые писали, что, Юль, я ушла вот так, а сейчас, через 4 года, я живу в своей 4-комнатной квартире и езжу на дорогой машине, потому что пришлось работать. Нет ничего невозможности. получается уже лучше. Да, доказывать это получается лучше. И дети, они очень сильный мотиватор. Я никогда не позволю, чтобы мои дети сидели голодными. Покажите ногти. Вот, Анечка сделала мне шикарные красные ногти, цвет овна, цвет страсти. Секси red. Секси red. Red. This is red. Вот. Поэтому, девчоночки, мои дорогие, эта история специально останется в моих эфирах. Она позитивная. Сегодня я никого не обговнила, заметьте. Работа над собой. Сегодня я не коснулась никого. вот, у меня дочь. Спасибо, моя дорогая. Да, ну там была беда. Расскажите, пожалуйста, аэропорт, расскажите, пожалуйста, аэропорт, поляна. Ну там дальше мы приехали, уже нас встретили организаторы перед приходом на проект. Мы, соответственно, поговорили там и с Сашей Расторгуевым, это главный редактор был, и с другими ребятами. Мы поняли, что там можно, какие песни можно петь, какие нельзя, что можно говорить, что нельзя. Вот это получили. Основное у нас, конечно, было очень, очень жесткое. Знаете, что это было? Повышение, не повышение квалификации, а как это называется, когда на работу устраиваешься, и ты вместе, стажировка. Перед домом 2 прошли очень жесткую стажировку в кубанском хоре. Причем там же тоже не дураки сидели, они нас пугали ответным иском в суд за клевету, но я думаю, что они девчонок пожалели и его не написали, потому что никто нам так и не позвонил. Просто мудро отнеслись в этой ситуации. Хотя я считаю, что у каждого есть свои грешки. Понятно. И взбучку мы там устроили хорошую. Но это была судьба. Молодцы, девчонки, держитесь всегда вместе, отдыхайте вместе, пусть дети ваши также общаются. Я тоже считаю, что бы... Я уговариваю Катю купить квартиру, но там, где ей будет комфортно. Вот. Правда ли, что Бузова злая в жизни? Я не знаю, какая она сейчас, но на проекте единственный ведущий, которая привозила ребятам вкусняшки из Макдака, привозила конфетки девочкам, привозила на 8 марта девчонкам крема. Это была Оля. Единственная, кто всегда была улыбчивая, доброжелательная, это была Оля. Поэтому сейчас, может быть, сейчас она огрубела из-за шоу-бизнеса, ей пришлось выгрызать эту славу и выгрызать свою неприкосновенность. Она, может, ожесточилась, она не зазвездилась. Это просто защита. Но тогда она была вот такой. Вот так. Так. Раньше привозила, была простая, сейчас спилась. Не надо так говорить. Вот. Поэтому, девчонки, можете позадавать вопросы еще пока мы. Юля, почему не называла мальчиков русскими именами? Вы знаете, я сама выбирала имена своими сыновьям. Мне они действительно очень нравятся. Ролан я хотела назвать еще на проекте сына Романом, Ромой. А когда Тигран в интернете нашел имя Ролан, я поняла, что это не Рома, но почти Рома, и это такое необычное имя. Я почитала его значение, воин света, что это древнегерманское имя. Господи, я уцепилась за него, потом Эльдар. Эльдара вообще назвала я. Тигран просто покорился, согласился. С нами в хоре работал один парень Ильдар, татарин, который всегда нас с Катей защищал. У него была как бы девушка, это не отношение, просто он как-то к нам относился очень по-доброму. И он говорил, малышки, сестрички, вот так мы маленькие были, его звали Эльдар. Он в балете танцевал. И когда у меня стал вопрос, как назвать второго сына, мне очень нравилось это имя, но чтобы не приклеиваться именно к Ильдару, я придумала Эльдар, решила Эльдар. Вот, а Багратули, Категрана сестра сказала, есть такое красивое имя Баграт. И мне оно просто понравилось. Баграт, Ролан с буквой Н, да, это армянское имя, вот, Баграт, Ролан, Эльдар, все с буквами Р, все как я хотела, они все равно Тиграновичи, а Иваном Тиграновичем называть было бы глупо, хотя Иван тоже красивое имя, поэтому как-то так. Что сейчас говорит Твасиликрова? Ничего они не говорят, все молчат, тряпочку меня не трогают, у меня нирваны. Какие планы на ближайшее будущее? быть счастливой. Именно так, Анечка, спасибо. Во-первых, быть счастливой, во-вторых, очень хочу научиться водить машин. Вот, понимаю, что сейчас, допустим, образование, высшее образование получать, психологическое, у меня физически не получится, потому что Баграт маловат, потому что впереди у Эльдарчика второй класс, когда начнут ставить оценки. И нужно будет все-таки уделять его домашке очень, очень такой, отвлеклась опять, очень большой отрезок времени. Я должна ответственно подойти к этому вопросу. Фильтр слетает? Ну, пусть слетает. Ты и так красивая. Да, ну, спасибо. И так красивая. Поделитесь еще историями из жизни, которые формировали характер. Вы знаете, я думаю, что я сразу весь винегрет вам не вывалю. Я буду постепенно вам рассказывать в эфирах и буду их сохранять. Если вам это так интересно, потому что когда я стану бабушкой Юли, и мои внучата забегут в комнату, мне столько будет, чего им рассказать. Вот. у меня уже сейчас мои внучат у тебя не будут. Внучки? Внуки будут у тебя. Не факт. Может, они нам нарожают. Кто-то пишет, что у сильных женщин рождаются мужчины. Кто-то пишет, что зависит от мужчины. Не знаю. А может быть, через поколение еще и близняшек кто-нибудь наплодит. Оно же через поколение. Вот. поэтому как будет, так будет, но то, что уже сейчас 33 года в моей копилочке есть очень много правдивых и невероятных историй, это факт. И я их рассказываю детям, которые можно рассказать еще, которые на их возраст подходят. Очень много у меня историй в запасе. так что, Нуришка, привет. Я сохраню эфир, послушай, что я тут наговорила. Тигран пытается мириться. Нет, он не пытается. И я когда писала пост вчера о том, что я решила уже вопрос с тем, кто будет забирать Баграта из садика, потому что я позвонила Тиграну, попросила это сделать. Так он мне не звонит, не пишет. Ну, я не готова с ним общаться. Я думаю, что у него тоже на душе очень много грязного всего. Ну, он мне сказал, я работаю. Говорю, я в Москве не смогу, я работаю. Ну, так как-то. Ну, работаю. Потом подъехал в Богородский, встретил Ролана после самбо, поздоровался с ним. и уехал. А Ролана дети же не знают, что мы расходимся, вот это вот все, что происходит у нас. А он говорит, заходит домой, мама, папа дома. А я даже не сном, не духом, говорю, нет. Ну, как бы, так, как-то какая-то фигня. Я не хотела ее писать. Ой, шикарно. я не делаю теперь то, чего мне не хочется. Пишите, как после этого можно любить. Никак. Никак нельзя любить, но я думаю, что все, что произошло в моей жизни, это кармические уроки. Для того, чтобы потом я не наделала таких ошибок. я научилась ценить себя, любить себя, ценить свое время. Я научилась, я наконец-то переформатировала свое отношение к мужчинам. Я наконец-то поняла, что надо любить не за внешность, а за отношение к себе. За то, что мужчина может тебе дать. Я поняла, что очень важно не только давать, но и получать. Я наконец-то поняла, как можно это получать. Очень много у меня в копилочке теорий, которые очень хочется применить на практике. Получается, что сейчас освобождается место, чтобы я могла потренироваться. Очень грубо, мерзко, но правда. Вот. Я поняла, что на каждую гиперактивную и гиперответственную женщину найдется гипербезответственный мужчина. Это тоже факт. Что свои обязанности нужно делегировать, что свои, что нельзя все взваливать на себя, что надо многое переваливать на мужчину, но изначально притянется ответственный, если ты будешь осмысленно совершать какие-то движения. Что у мужчин нужно быть все-таки избирательным. вот что я поняла. Я не буду сейчас никого обгаживать, я просто делаю выводы. Дальше, что я поняла. Ну, что, во-первых, нужно любить мужчин, исходя от любви к себе. То есть, то, как ты себя преподносишь, это уже определенный фильтр от говнюков. Это правда. Вот. Дальше. Обобрали Юльку по полной. Меня никто не обобрал. Просто не все скажешь в эфире. Но если я проходила такие ситуации в жизни, неужели вы думаете, что я свои квартиры кому-то отдам? Просто не все скажешь в эфире. Вот. И дети все-таки должны быть обеспечены. Вот так. Дальше что? Еще я поняла очень важный момент, что никогда ни при каких обстоятельствах нельзя платить за мужчину. Нельзя даже давать понять, что ты можешь это сделать. И не нужно стесняться, что у тебя есть свои деньги. Просто ты не считаешь нужным. И это и есть твоя самооценка. Это и есть твоя позиция, которая фильтрует мужчину. Никогда нельзя решать проблему мужчины. Если оно сидит, плачет тебе на свидании, что у него проблемы, значит это его последнее свидание с тобой. пусть оплачивает и уходит. Все. Поэтому очень много я поняла уже. Специально проговариваю это здесь, чтобы если вдруг помутнение... Я напомню. Спасибо, Анют. Если вдруг я забуду, я зайду в свою инсту и просмотрю свои эфиры. так. Квартиры все куплены в браке. И машиночка тоже. Вот так. Проговори, как бы звучал отказ мужу или мужчине с деньгами. Проговорю. Я понимаю, что у тебя проблемы. Я всегда буду тебя поддерживать. Я коснулась. я всегда буду тебя поддерживать. Я всегда буду духом с тобой и телом. Но деньги дать я тебе не могу. Не могу себе позволить обрезать твои крылья. Ты мужчина, ты должен сам решать свои проблемы. Если я сейчас буду давать тебе деньги, я сделаю тебе медвежьи услуги. Кроме того, у меня их сейчас нет. Вот именно на это у меня сейчас нет. Я тебя люблю и всегда буду держать тебя за руку. Но деньги я тебе не дам. Я бы так это проговорила. И если когда вы не дадите деньги этому человеку, он от вас уйдет, значит вы для него очень блестящий красивый кошелек, а не женщина. И это тоже фильтр. Это нужно понимать. Машину я не смогу поделить с Тиграном, потому что машина записана на взрослым сыновьям так же будете говорить. Да, я считаю, что взрослым сыновьям помогать тоже нельзя. Кармические родители, когда ребенок становится самостоятельным, давая его деньги, забирают у него еще большую прибыль. Надо все-таки найти слова и объяснить. Надо наверное в детстве долюбить и внушить уверенность в себе. Как мантру ему говорить каждый день. Ничего не бойся. Ты сильный, ты умный, ты не слабак. Ничего не бойся. Иди напролом. Вы знаете, я осознала, что в нашем мире трусов и слабаков очень легко быть выделяющейся личностью. На самом деле так. А трусов и слабаков очень много, потому что родители недолюбили. Потому что в детстве родители отправляли иди в комнату поиграйся вместо того, чтобы сказать ничего не бойся. Иди вперед. Мама нам всегда говорила наглость, это второе счастье. Я бы не так сказала, а то, что эмоциональный, энергетический посыл, он очень важен. Он важен в жизни не только в женщине, но и мужчине. Вот. Пусть он, этот ребенок, мне очень многие говорят, что мои железные яйца очень звенят. Немножко этот ударился. Вот. Что мои железные яйца звенят. Так вот, как меня мама с железными яйцами воспитала, так и я постараюсь воспитать с такими же железными яйцами своих сыновей. А именно, никак не принижать, уважать, не ограничивать, не гиперопекать, не притеснять, но в то же время вселять уверенность в себе, в своих силах, чтобы ребенок, а это ребенок, это не ваша собственность, это не ваши домашние тапочки, в которых удобно ходить, когда захотел одел, когда захотел снял. Это свободная душа, которая вселилась в вашу семью, потому что посчитала вашу семью достойной. Давайте соответствовать. Извиняясь перед ребенком, вы учите его извиниться перед вами в будущем, уважая ребенка, вы учите его уважать вас в будущем, любя ребенка, вы учите его любить вас в будущем. Это моя философия, это мое мнение, берите себя в копилочку, берите на заметку, пользуйтесь, а как будет дальше, покажет время, но я как взрослый эмоционально зрелый человек, а я именно эмоционально зрелый человек, беру на себя ответственность сегодняшней своей философии, и если обратный эффект, то это будет только моя ответственность и мой выбор. Я даю себя отчет в том, что рожая детей, я не становлюсь Сократом или еще кем-то мудрым в одночасье. Я всего лишь мать, которая может совершить ошибки, и в дальнейшем я готова понести ответственность за эти ошибки, вот и все. И когда мне Тигран кричал, что ты будешь обосрота лежать на постели одна, а твои сыновья тебе не позвонят за то, что ты сегодня там делаешь, ну как бы меня эта перспектива вообще не пугает, но если я доведу свою жизнь до того, что я обосратая лежу одна на постели, значит, ну, набурок возила, были мои решения, ну значит, быстрее умру и не буду мучиться еще 10 лет, чтобы внуки там выгребали из-под меня, значит, вот так, вот такая у меня философия, я этого не боюсь, вот, на каждую девушку с яйцами найдется такой же мужик, который сделает ее слабее, да, своей любовью, а не абьюзом, спасибо, дорогая, ой, какие у меня классненькие ноготульки, сейчас покажу, так, сейчас, сейчас, я не покажу, я вот так сделаю, спасибо, спасибо. Продолжение следует...